Особо опасного преступника задержали. Вот такие пироги. Вот сейчас я оторву. Здравствуйте. Здравствуйте. Административно задержаны сюда. На ИВС привезли. У меня в связи с этим будет очень много заявлений. Какое основание вообще для моего задержания в ИВС? Почему нельзя... 73 сейчас нет. Я понимаю, почему. Она же, статья 27.3, применяется в исключительных случаях. Ну рассмотрим. Рассмотрим. Рассмотрят. Сегодня пятница. Вам подыматься. Что? Так, вам подыматься. А когда будет рассмотрение? Подождать тут, ждем тут, да? Когда будет рассмотрение, сотрудники? Когда будет рассмотрение? Ну завтра. Завтра, да? В субботу? В субботу. Дежурство я рассмотрю. А вот, скажем так, пригласить меня не судьба на судебное заседание, да? По данной статье нельзя. Почему? Можно. По любой статье. По любой статье. По второй да. По второй да. По третьей нет. По второй вообще не иметь права задерживать. Для составления материала нет. Нет такого, статья 27.3, задерживать для составления протокола. Дежурному передали и пошли отсюда вас. У вас на ИВС пришли? Я понимаю. Мы сейчас передадим дежурному по ИВС и передаем вот сюда. Я сейчас заявление подам и будете потом дать все. Нет, я буду здесь подавать заявление. Дежурный, примите у меня срочное заявление в связи с тем, что у меня такие обстоятельства, что мне надо срочно подать заявление в первую очередь. До помещения у меня в ИВС. Если вы отказываетесь, я вам говорю, что я заявление сейчас подам и пойдем. Сотрудник полиции, примите у меня заявление, пожалуйста. Попустим, подам заявление. Заявление, я могу подать. Дежурный сказал, что ИВС примет заявление. Под дежурный вышел в ИВС. Вы передали? Ну так передайте мне дежурный. Пойдемте, вот он стоит. Сотрудник полиции, заявление можете от меня принять? Максим Сергеевич. Заявление надо срочно подать, потому что сотрудники службы судебных приставов совершают преступление. Устно примите, я не могу, я сейчас нахожусь в стрессовой ситуации. Мне вызвана скорая, которая до сих пор не приехала. У меня заявление просто примите, потому что сейчас хотят совершать беспредел. незаконно ограничить мне свободу. Вот, смотрите, он примет у вас заявление. Так пойдемте. Примите у меня заявление. Сотрудник. Спускаемся, принимаемся. Как вас зовут? Еще раз повторяю, спускаемся вниз. Начинаем оформление, принимаем заявление. Ирина, обещал прийти, я вернулся. Теперь все, что мне сказали без видеозаписи, все это пожалуйста мне на камеру скажите. Я не могу ничего повторять, это раз, во-вторых, я вам не разрешаю снимать с меня. Я вас услышал. Ирина, значит я только что освободился из ИВС, дайте мне талоны подачи мной заявления о совершении преступлений, жалобы в прокуратуру областную, в местную прокуратуру, в следственный комитет и вашему начальнику. Четыре куспа, пожалуйста, в виде талонов. Значит вчера вам выдали копию ваших заявлений, где есть номер вашего заявления. Мне ничего не выдавали, Ирина, я вам это сказал, сейчас говорю под видеозапись, мне ничего не выдавали. Выдайте как положено талоны. Талон выдадите или нет? Копию заявлений я вам не выдам, в соответствии с приказом 736, я вам пояснила уже, когда вы подходили раньше. Правильно я понимаю, то есть вы отказываетесь, вы дать мне талон. Я пытаюсь вам выдавать талону уведомления от вчерашнего числа. Вам выдали заявление, копию вашего заявления с номером вашего куспа. Каким образом я могу подтвердить то, что я подал заявление? Я еще раз объясняю, мне никто ничего не давал. Я нашел ВВС, я вышел. Что? Справочку какую-то дайте о том, что было зарегистрировано 4 обращения моих. Официально, либо хотя бы произнесите под видеокамеру, чтобы я мог это зафиксировать. Для подачи жалобы и для фиксации, чтобы мной было подано 4 куспа зарегистрировано. Ирина Ширяева. Еще раз говорю, подтвердите получение от меня 4 обращений письменных, которые я подал из ЭВС. ИВЛ. Так, или ЭВС. Изолятор временного содержания. ИВС. Ирина, вы игнорируете меня, правильно я вас понимаю? Я ответила вам на все ваши вопросы. До свидания. Произнесите, пожалуйста, либо дайте справку за подписью дежурного о том, какие были от меня приняты заявления, под какими куспами они зарегистрированы, чтобы мне в жалобах прокуратуру ссылаться на конкретные номера куспов. Под видеозапись, пожалуйста, вас прошу. Для того, чтобы у меня были доказательства моих обращений в Следственный комитет, в областную прокуратуру, вашему непосредственно в Рио начальника и также в прокуратуру Октябрьского административного округа 4 жалобы было подано. Дайте мне документ подтверждающий или хотя бы произнесите, что такие жалобы поступили. Вы когда выходили из ЭВС, я вам дала номера кусп? Ирина, я еще раз говорю, мне нужна официальная информация. Я вас спрашиваю, не вы мне задавайте вопросы. Я вам давала номера кусп? Ирина, не возбуждайся. Не возбуждайся. Будешь, когда следователем... Когда будешь следователем, будешь мне задавать вопросы. Сейчас просто дай подтверждение того, что я сделал 4 обращения, письменные. Вам же давали уже номера ваших... Я еще раз говорю, мне никто ничего не давал, кроме... Я вам лично давала номера ваших заявлений. Ирина, дайте, пожалуйста, документ, подтверждающий то, что... Никакого документа вам выдать, никакого документа... Хорошо, под видеозапись пронесите, под какими номерами зарегистрированы мои обращения, чтобы хотя бы так я мог ссылаться. Я вам уже сказала, я вам уже написала на бумажке, доставайте бумажку. Просто произнесите, какие номера КУСП. Я не прошу ничего сверхъестественного... Для чего, чтобы... Для того, чтобы, когда я буду писать жалобу о том, чтобы мне не выдавили открепительный талон, чтобы я ссылался на номера КУСПов. Чтобы я ссылался на вот это видео, которое я сейчас с вами веду. Где зафиксирован ваш отказ. Значит, 30, 459, 30, 501, 30, 511, 30, 512 от вчерашнего числа. Спасибо, хотя бы так зарегистрировал, официально. Всего хорошего, до свидания.